Пожалуйста, пару слов. Добрый день всем. Добрый день, Сергей Юрьевич. Спасибо вам, что позвали, спасибо Ясне за возможность сказать пару слов. У нас канун 9 мая, большой праздник. У нас особый будет праздник в этом году в связи с самоизоляцией. И я начну с проблем, с того, что сейчас на земле происходит между... Что такое бессмертный полк, что такое победа? Это родовой обряд. Кстати, говорят, что у славян, и у этрусков, и у славян, и у древних русских, этот родовой обряд, он имел такое отношение, с мертвых снимали маски и хранили их в домах. И в определенное весеннее время выходили, и был такой ход вместе с масками умерших. Это практически тот же бессмертный полк, но это имело свое отражение во времена Святой Руси. И, в принципе, это очень похожий родовой обряд, когда мертвые становятся живыми. И то влияние, которое бессмертный полк в 2015 году выстрелил, да, ну и президент пошел в строю, да, и это возымело такое действие на всю Россию, которое почувствовали очень многие. Но, во всяком случае, те, у кого сердце включено. И вот насчет сердца включено, и какая проблема у нас с вами сегодня в этом смысле, я хочу сейчас поговорить. Буквально вот мы начали нашу трансляцию, и я наткнулся на Фейсбуке на пост Ильи Переседова. Есть такой достаточно известный блогер, он раньше был редактором Ukraina.ru, сейчас он работает в другом издании, и он написал пост. Я его сейчас зачитаю, вы только обратите внимание, это непосредственно касается той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Илья Переседов два часа назад написал в Фейсбуке, вечерами мне звонит отец, мы связываемся с ним почти каждый день. Живы? Живы. Сыты? Сыты. Сработай как? Лучше, чем у многих. Настроение хорошее, я тоже ничего. После этого отец начинает перечислять, какое у него сегодня было давление, как заживает болячка на щеке, что сидели с соседом сверху, но у того прихватил живот, и он ушел, а у отца пищеварение нормально. Я поддакиваю, отец задумывается. А еще я вчера прочитал в газете про Ивана Грозного. Мне неинтересно говорить про Ивана Грозного, это реплика Переседова. Но мы, оказывается, неправильно о нем думали. Я про него вообще не думал. А вот еще и юбилей Ленина. В жопу Ленина. Пап, я не хочу тратить на него свое время. Отец растерянно смотрит с экрана смартфона. Ты сам там мне ничего не хочешь рассказать? Что-то хотел, но уже не помню что. Тогда до завтра, до завтра, и мы разрываем связь. Дальше идет прямая речь Переседова. Это человек, родившийся в 80-е годы, то есть ему 30 с небольшим. Это не дети. Это уже люди, у которых зона ответственности. Они создают семьи, они рожают детей. Но с точки зрения родового канала, вот Илья Переседов прям выписывает квитанцию, что у него снесенные родовые каналы. И самое страшное, что Илья Переседов не один. Вот здесь сейчас у нас на трансляции 754 человека. Это люди, которые резонируют со всем, что связано с историей, что связано с родом, что связано с патриотизмом, как ответственностью отцов за детей. Что такое патриотизм? Это патрио, отцы. Это значит ответственность за то, чтобы не только туловище выросло, было сытое, обутое, одетое, но там что-то было встроено и в душу, и в мозг. Ну и вот Илья Переседов продолжает. Отец, мой отец, да, это человек, контуженный русской историей. Ни больше, ни меньше. Родился перед войной, работал при Хрущеве, учился при Брежневе, видел спектакли с Высоцким, ходил на концерты Цоя, прошел 90-е, пережил двух жен, похоронил дочь. Я его единственный сын. На закате жизни ему совершенно нечего мне передать. Причем нечего мне передать Илья Переседов, как человек материального эпохи, он имеет в виду что-то, ну, видимо, не только материальное, ну, какое-то знание, как преуспеть в материальном. Но это дальше, да? Где-то внутри он внимательный, эмоциональный, умный человек, но жизнь так и не сложилась для него в какой-нибудь равновесный, законченный опыт, которым он мог бы делиться. Вместо этого он говорит со мной цитатами из информационного шлака, созданного редакторами и журналистами, которые по возрасту уже почти годятся мне в сыновьях. У Оруэлла в романе «84-й год» прачка поет песню, написанную машинами, наполняя ее теплом голоса и силой живых эмоций. Отец пересказывает мне тезисы говносми отрывистой и механической, как Яндекс.Колонка. «Вокруг нас опять гибнет привычный мир». Гипотетически в этот момент он мог бы мне как-то помочь советом, проявить сочувствие, поддержать, но он не замечает катастрофы, творящиеся вокруг, как не замечает меня. Ну, здесь любой психотерапевт увидит родовую травму, обиду на отца и потрясающий эгоцентризм. Когда папа должен, даже когда папа старый, он все равно должен. Я ему ничего не должен, а он должен. И это обида. И это на самом деле человек, родившийся в 80-е годы. А у нас сейчас с вами полно детей в возрасте 90-х, году в рождении 2000-х, миллениалы. Там это все можно переседово умножать на коэффициент 5, 10, 15. Там еще больше индивидуализма. Его ум, продолжает переседово, увлечен образами погребального театра теней, который зовется русской историей. Ну, вы чувствуете, какой ход мысли, да? Там в бесконечный раз какие-то монстры по-новому наряжаются, а может быть не по-новому, кто их разберет. Люди умирают тысячами, потом оказывается, что не умирают. Или умирают за дело, а может быть за идею, но очень созидательную. Правда, с катастрофически низким КПД. И снова, да, переход на материальный уровень. У биороботов есть такая особенность. Смотришь им в глаза. Когда они говорят о том, чтобы заработать денег, пойти снять проститутку, слетать в Панаму, померять дайвингом, у них глаза горят, они живут в своем мире. Только ты с ними начинаешь говорить о победе, о патриотизме, сразу все тухнет. Это им неинтересно. Они не резонируют ни с чем человеческим. Сердце выключено. Сколько я себя помню, отец всегда был отделен от меня залежами исторической макулатуры. Гумилев, Суворов, журнал «Огонек», Пикуль, Радзинский, Старикова, Кунин. Что он все время пытается там вычитать? Какому богу он служит? Я никогда не видел своего отражения в глазах отца. На всю жизнь он отравлял мне мозг рассказами про каких-то царей, разведчиков, генсеков. Половина этих рассказов потом оказывается ложью, другая – правдой с отрицательным знаком. И об этом снова надо обязательно рассказать. Выходил ли он хоть раз в жизни за рамки прогнозов статистики? Не знаю. Но все это время он бубнит, как заведенный. Кто не знает прошлого, у того нет будущего. И таких, как он, миллионы. С одной стороны, понять парня, родившегося в 80-е годы, у которого есть детская травма с отцом, и который обиду перевносит вообще на мировоззрение, можно. Это раздолье для психотерапевта. Но я эту проблему, эту цитату Переседова, я озвучил не для того, чтобы поддержать одну из сторон конфликта – отцы и дети. А на самом деле здесь четко оформлена проблема, связанная с разрывом поколений. Родившийся в 80-е годы Илья Переседов, грамотный мужик, который последний год знаменит тем, что он из очень толстого похудел, и он действительно волевой, он может со своим туловищем разобраться. Его воли не хватает для того, чтобы разобраться с душевными травмами и прежде всего с отношением с отцом. Да, отец виноват, безусловно. Если такая родовая травма есть, что даже он пишет посты, связанные с тем, что он не понимает отца, там доля вины отца есть. Но мы с вами фактически сейчас имеем Илью Переседову как персону влияния, под которым во влиянии находятся миллионы 15-летних. И вот с этой точки зрения я хочу перейти ко второй части проблемы, связанной с бессмертным полком, связанным с сакральным праздником Победы, связанным с патриотизмом как ответственностью отцов за детей. И это медийная составляющая. Ну, вы знаете, да, что я кинематографист, я был директором киностудии, блогером и все такое. Я преподаю ораторское дело. И я считаю, что в наше время за счет того, что последние 30 лет медийкой полностью, информационным полем завладели люди даже не столько либерального склада ума, сколько миропонимания западного проекта. То есть жесткий индивидуализм, что мне за это будет, да, то есть нижняя сексуальная чакра отвечает за все, за деньги, за приход, расход, ну, то есть такой биоробот. При этом сердце выключено, наши дети воспитываются потому что, ну, таким образом, что сердце выключено. И в результате получается, что у нас за счет технологического уклада современного, когда дети воспитываются гаджетами, а на той стороне гаджета сидят западные контентщики. Я русский контентщик, а я чувствую присутствие западного контентщика, да, то есть человека, который при помощи медиа воспитывает, Илью Переседова воспитал и воспитывает всех наших детей, и это на самом деле может обернуться катастрофой. Катастрофа в чем выражается? Ну, во-первых, давайте еще раз количественно ее оценим. В 2017 году я был в Крыму, не, в 2016 году, еще выборов, 16-й, это еще не было выборов в Государственную Думу, Поклонская была у нас прокурором, и она собрала у себя в прокуратуре директоров школ, министра образования, и там мы обсуждали всего лишь навсего исполнения закона о внедрении в школьный курс предметов этики наших ведущих конфессий, да, православной, ислам, буддизм и иудаизм. И там, естественно, в этой, ну, такая конференция была в прокуратуре, обсуждалось, ну, законодательное исполнение вот этого закона, да, и там обнаружили следующую статистическую особенность. Наши дети сидят в гаджетах, вот если посчитать количество часов, когда ребенок в неделю, да, предоставлен сам себе, или ходит на уроки, или разговаривает с родителями, или делает еще какие-то вещи, то оказывается, что родители разговаривают с ребенком на темы не душевного характера, а туловичного, да, ты поел, поспал, там, у тебя штаны постираны, ты сделал домашнее задание, ну, то есть это не разговоры о душе, это не разговоры о родовых традициях, да, это разговоры о сиюминутном. И если посмотреть, сколько дети сидят в гаджетах, то оказывается, соотношение даже не в 10, то есть там 4 порядка. В гаджетах ребенок сидит, ну, часов 40, 48, и поглощает в огромных количествах контент, который выглядит как блогерство, как игрушки, игрушки – это очень серьезная штука, как комедий-клаб, как смеховая культура западного толка, когда прямо развращается через смеховую культуру, то есть в обход сознания ребенку заносится резкое понижение ценностей, да, через музыкальную культуру, очень многие обратили, даже что музыкальный рисунок, ну, например, рок-музыки, даже западной 80-х и 90-х, да, и поп, ну, там, та же Абба, там, те же рок-группы знаменитые, да, и современная музыка – это небо и земля, то есть идет упрощение, деградация музыкальной грамотности, но музыка по-прежнему остается каналом влияния на детей, когда в обход сознания можно понижать, можно понижать ценностный ряд. И вот это вот все в огромных количествах поглощается потрясающим количеством часов в неделю, а родители о смысле жизни, о чем-то таком серьезном говорят в неделю, но от силы, ну, меньше часа в день. Даже поговорить по душам не получается. Все загнаны, все бегут, все куда-то стараются заработать рубль, чтобы прокормить это чадо, но поговорить по душам, поговорить о родовых связях, о том, что, кто ты, чьих ты будешь, откуда ты вышел и куда ты идешь – этого не получается. И вот в данном случае я вижу эту стратегическую угрозу для нашего общества, для нашей цивилизации, потому что без системных подходов для исправления этой ситуации мы можем не выиграть. Вот смотрите, у нас здесь с вами, да, 754 человека плюс-минус, ну, пусть, да, 700, меньше тысячи, да, и мы резонируем на эту тему. Но при этом я хочу сказать, что среди нас вот 800 человек здесь собравшихся, ну, единицы тех, которые могут быть персонами влияния, и которые могут рассказать истории, которые вдохновят молодежь. Илью Переседова вдохновлять поздно, там уже все зацементировано, но 15-летних-то еще можно с ними что-то сделать. Но для этого надо разработать определенный план мероприятий, которые надо системно или параллельно системе осуществлять. О чем я веду речь? Я знаком с одной молодой женщиной из Петербурга, которая занимается написанием родовых книг. Ее опыт – это вообще сродни бессмертного полка. То есть у нее есть компания, она работала в такой компании, потом отпочковала, создала параллельную. К ней приходят люди, которые приносят фотографии, там, альбомы всех родственников, да, и они просят провести архивную работу и просят написать общую справку, общий такой текст по поводу рода. Ну, то есть, например, родственники, вот такие и такие фамилии, там берется, в принципе, до, ну, кто сколько помнит, какие есть фотографии, они записывают анкету, глубинное интервью, что они помнят, как имена, фамилии, в каких городах жили. Дальше нанимаются люди, которые работают в архивах, ищут метрики, ищут жили, не жили. В общем, статистически, математически, да, набирается вся информация. А потом начинается самое интересное. Делается специфический анализ по профессиям рода. Тут, оказывается, есть доминирующая профессия. То есть, там есть прямо вот такие вот темы, тематические ниши, когда выясняется, что, например, по отцовской линии доминировали военные, военные, служивые и так далее, и так далее. Это определенный строй ума, это определенный способ стояния на земле, это что-то от витязей, да. Есть люди, которые из крестьян, есть люди, где скрещиваются, да, разные сословия, разные, а в России это во второй половине 19 века было сплошь и рядом, потому что Иваны родства непомнящие. И дальше начинается самая интересная творческая работа. Эта женщина молодая, она берет весь этот комплекс материалов, которые ей собирают за несколько месяцев архивисты, и начинает писать то, что в кино называется докудрама. То есть, это не сухая справка с перечислением дат, имен, фамилий, событий, а это некий публицистический, почти художественный пересказ о предках. Это оформляется как, ну, некоторые истории, которые там вычисляются, да, они оформляются как кино, как рассказ, как быль, как будто бы бабушка у печки, занимаясь вязанием, внучки рассказывают о предках, и это все оформляется в книжку. Книжка печатается в твердом переплете небольшим тиражом, там 5-10 экземпляров, и это все заказчик выкупает. В чем прикол? Когда вечером трехпятилетнему ребенку надо вечером почитать сказку, то мама или папа заходят и начинают читать не сказку, купленную в книжном магазине, а начинают читать родовую книгу. Эффект, который происходит во время этого чтения, это почти как идти в бессмертном полку. То есть, люди плачут, их накрывает, их накрывает с такой силой, происходит некое схождение родового духа. Дети это впитывают с трех, с пяти лет, они знают, кто его предки, какие они были знаменитые. Понятное дело, в роду всякого бывало, да, но книга написана таким образом, чтобы подключить ребенка к родовому каналу в то время, когда папа с мамой заняты зарабатыванием денег, но они хотя бы сделали вот это. Это форма работы, которую я наблюдаю со стороны, о которой думаю, как бы ее подхватить и расширить вообще вот эту воронку энергетики, создаваемую бессмертным полком. И я хотел вынести вам на это рассмотрение с тем, чтобы вы оценили и написали, ну, как вы думаете на этот счет. С другой стороны, я еще хочу сказать вот о чем. Ну, комментарии сейчас, Дмитрий, огромное количество, все поддерживают, хотят, как с этой женщиной связаться, дайте ссылку, тут прям активность пошла, конечно, отзывается. И вот эти истории родовые, да, они на самом деле очень имеют сильное энергетическое воздействие. Вот я с 15-го года веду киношколу, и у меня в основном занимаются дети 13+, можно и раньше, но просто на Ютубе 13+, это пороговый возраст, когда детство заканчивается, начинается подростковый период. И я обратил внимание, что когда я рассказываю некоторые истории бессмертного полка, у меня дети плачут. Причем они потом говорят, что это было, как это происходит, они первый раз это чувствуют. То есть, в отличие от Советского Союза, от той системы образования, у нас очень мало в школьной программе и вообще, да, по телевизору, вообще в инфополе вещей, связанных с родовыми традициями. И дети никогда сердцем не включались. А вот такую историю я однажды рассказал, и это было, кстати, по скайпу. На меня вышла школа Краснодарская, и мы обменивались опытом, как организовать кинокружок в школе, на базе школы. Ну и там я всего лишь на... А я всегда, когда эту историю рассказываю, я сам еле сдерживаюсь. Мне потом позвонила учительница, которая организовывала этот телемост, она говорит, что вы сделали, у меня дети плачут. И я сейчас предлагаю, если есть возможность, я давал ссылочку на ролик «История бессмертного полка». Этот ролик, посмотрите, я его записал в 2015 году, вот на эмоциях после этого телемоста с Краснодаром. То есть, был телемост, Симферополь, Краснодар. И мы просто обменивались вот этими историями. «История бессмертного полка» – история, которая переворачивает внутренний мир ребенка. Я это показываю только в качестве примера, потому что нам на самом деле надо подчищать хвосты за нашими западными контентщиками, которые сейчас наших детей воспитывают, когда мы палец за палец не ударяем. И я на самом деле с темой своего доклада вижу методики, способы, где приложить руки, где подключить энтузиастов, где подключить людей, которые могут помочь в этом деле подставить плечо. Я предлагаю сейчас этот ролик посмотреть.